В городе жара, а под тенистыми кронами деревьев Щелковского парка приятная прохлада. Вокруг центральной клумбы в такт музыки кружатся пары. Все они – участники активного долголетия. Программа позволяет пенсионерам укрепить здоровье, найти единомышленников. Интересно, используя и провести время. Танцы в парке – одно из таких занятий. Два года в активном долголетии. Я узнала от знакомых, что есть такие занятия танцем. Очень люблю, очень нравится. Прекрасный у нас руководитель Надежда Александровна. И мы занимаемся большой очень группой. Занятия с инструктором два раза в неделю по понедельникам и четвергам с 9.30 утра. Отмены практически не бывает. Исключение – сильный дождь. Я думаю, что танцы – это один из видов физического развития человека. Начиная от бальных танцев. Это классика, как вальс, вальс-бастон, медленный вальс, танго. Это мы все изучаем. Латина тоже присутствует. Ча-ча-ча. Самбо, румбо. И клубные танцы тоже латиноамериканские. Такие как сальса, бачата. А пространства в Щелковском парке достаточно. На площадке перед эстрадой дважды в неделю долголеты собираются на суставную гимнастику. Вдох, ручки вверх. И на выдохе лопатки тянем к позвоночнику. Занятия проводит дипломированный фитнес-тренер, постоянно повышающий квалификацию. Упражнения несложные. Подходит людям любого возраста и уровня подготовки. Средняя продолжительность комплекса – 40 минут. В рамках активного долголетия мы занимаемся суставной гимнастикой, которая в основном направлена на мобилизацию тех отделов организма, которые необходимы. Занятия у нас достаточно мягкие, плавные, которые могут себе позволить, в принципе, любые участники. Даже если есть какие-то особенности здоровья. В жаркую погоду участники собираются по тенью деревьев в прохладную на открытой площадке. Расписание занятий – на сайте «Активное долголетие» и в социальных сетях Щелковского парка. Михаил Налётов, Александр Оржевский. Щелковское телевидение.